Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе. В центре внимания. Здравствуйте. У микрофона Бутагоси Дахметова. Программа подготовлена Британским институтом по освещению войны и мира. В ближайшие несколько минут мы снова поговорим о том, что важно. Я хочу поднять тему, которая присутствует постоянно, но особые страсти вызывают только тогда, когда случается трагедия. Это тема безработицы, социальной незащищенности молодежи, тема отсутствия молодежной политики и отсутствия какой-либо четкой национальной идеи. Вся эта ситуация ведет к перманентной опасности социального взрыва. Очередным информационным поводом стали беспорядки на юге Казахстана, в селе Бурыл, расположенном в 15 километрах от города Тарас. Беспорядки тут же назвали межнациональными разборками. По официальным данным, вечером 15 февраля в селе Бурыл подросток 15 лет турецкой национальности залез во двор местного жителя с целью ограбления. В доме находился пятилетний мальчик. Преступник нанес ему 11 ножевых ранений. От полученных колотых ран мальчик скончался. По словам очевидцев, с утра около 200 человек закидали камнями дома турок. Тут же по боевой тревоге в Джамбульской области были подняты войска, входящие в региональный командный округ Юг. Кроме того, для разрешения конфликта в село прибыли начальник областного департамента внутренних дел, Аким, глава администрации и прокурор области. Въезды и выезды из села были перекрыты усиленными нарядами полиции и вооруженными солдатами. Был введен комендантский час. По официальным данным, в селе Бурыл проживает более 12 тысяч с половиной человек. Самые большие этнические группы – это казахи и турки. Кроме того, здесь живут русские, азербайджанцы, армяне, курды, украинцы, немцы, узбеки и татары. Ситуация нормализовалась 18 февраля. Об этом сообщил министр внутренних дел Казахстана Кулмуханбет Касымов, который подчеркнул, что это бытовое преступление. Уже после стабилизации ситуации в селе прошло собрание с участием заместителя Акима области Ярканата Манжуева и главы турецкой общины Махмуджона Давришева. По словам руководителя Жамбулского областного филиала общественного объединения Турецко-этнокультурного центра Ахыска Махмуджона Давришева, здесь проживает 2500 человек турецкой национальности. У нас в ауле все живут дружно, дети учатся в одной школе, старики ходят в одну мечеть. Случившееся для нас всех стало шоком, говорит он. В свою очередь, Ярканат Манжуев возмутился некоторыми постами в социальных сетях. Кто-то намеренно распускает слухи о том, что здесь идут погромы, поджигают дома и машины, и, видимо, кому-то эта трагедия на руку. Да, в первый день народ собрался с восмутительными спокойствиями, была проведена работа, сейчас все спокойно. Между тем, это лишь один эпизод из жизни казахстанского села, где молодые люди не имеют работы, вынуждены уезжать на крохотные заработки в города. Отсюда озлобленность, безысходность, агрессия. Любое происшествие может стать поводом для больших беспорядков. Пока можно надеяться только на армию и полицию, но ведь это не решение проблемы. Безработная молодежь, которой некуда себя деть. Я не хочу, конечно, молодежь в этом обвинять, но вот со стороны наших властей, по-моему, по молодежи абсолютно никакой работы не ведется. Она брошена на произвол судьбы, как хотите, так и выпутываетесь и прочее, прочее. Ну, возьмите вот любой вопрос. Рабочие места, просто их нет на селе, я беру это только сельское место. Или, например, учеба. У меня у самого дети есть, мы буквально все, как бы, родственники там помогали, и то кое-как обучили своих детей, потому что это очень дорого и прочее. То есть образования тоже нет. Обслуживание медицинское и прочее, прочее, прочее. Все это накоплено у молодежи. Естественно, вот когда такой повод представился, это они, как бы, свои эмоции выплескивают вот в отношении того, что вот они такие, обделенные судьбой, им нечем заняться, только вот выходить и громить. Кстати, это очень плохая тенденция. Почему? Потому что у нас это маленькое село, и представляете, сколько нужно было полицейских сил, чтобы все это локализовать, нейтрализовать и прочее. А у нас тысячи, десятки тысяч таких сел, поселков, аулов по Казахстану. И это срез только одного аула, а так везде в основе своей. Поэтому я вот не хочу обвинять только одну молодежь, потому что здесь вот, и, конечно, очень много предстоит сделать и власти, и 25 лет прошло, ничего абсолютно, вот ни национальной идеи какой-то, ни какой вытекает. Мы вот все удивляемся, откуда вот у нас Сирию, терроризм, экстремизм. А куда еще деваться, если никому ты не нужен, а здесь тебя чем-то зазывают, чем-то привлекают, какой-то идеологией. То есть нишу эту занимают и втягивают в эти нехорошие дела. Говорит Аблиси Вельмени, эксперт по проблемам постсоветского пространства, сотрудник института ИСАК, эксперт программ Евразии, института по исследованию геополитики, который находится в Риме. Ну, тема остается, какая вот чувствительная область жизни Казахстана, силу своей, состав населения. И думаю, ну, это же думаю, что вот это, да, прежде всего, это проблемы, которые возникают в социально-экономическом плане, могут переходить, когда мы видим эти стычки, которые происходят в регионах иногда. Я думаю, что, прежде всего, это социально-экономическое, на социально-экономическом плане надо искать причины этой проблемы. Ну, естественно, вот эта политика, международная тема, это очень легко употреблять для мобилизации населения. Вот так называемые политические предприниматели могут решить играть на эти темы, чтобы зарабатывать очки, чтобы привлекать в свою сторону определенные слои населения. В этом есть опасность, вот главная опасность, наверное, в этом плане. Во связи с международной политикой, вот, с политикой, вот, которую ведет Россия, могут вот тоже вот такнуть некоторые вот игроки, вот, эксплуатировать подобные темы. Это требует вот тщательную политику со стороны вот государственных органов, вот, не думать, что эта проблема решена сама себе. Я вот имею в виду, что есть такая плоскость, вот, и работа, прежде всего, на социально-экономическом плане, вот, чтобы снять вот причины этой возможной напряженности. Между тем, в этом году в Казахстане впервые отмечают День Благодарности. Он совпал с первым днем весны. 1 марта 2016 года в Астане прошли праздничные мероприятия, которые очень напомнили мне Первомайские в СССР. Представители разных этнических групп Казахстана были одеты в национальную одежду, и сам президент благодарил всех и напомнил, что тысячи корейцев, курдов, немцев, поляков и других народов, сосланных в Казахстан в период сталинских репрессий, были тепло приняты казахами. Напомню, глава государства предложил отмечать в стране День Благодарности в ходе 22-й сессии Ассамблеи народа Казахстана. «Было бы справедливо в День Образования АНК 1 марта ежегодно отмечать как День Благодарности всех этносов друг другу и казахам, проявивших милосердие, принявших этих людей как родных. Это бы еще больше сблизило нас. Этот день может стать ярким праздником милосердия, дружбы, любви всех казахстанцев друг к другу», — сказал Нурсултан Назарбаев. На самом деле, неплохо было бы вспомнить то хорошее и доброе, что когда-то нас всех объединял, но при этом не забывать, что стабильность в стране обеспечивает не только память, но и возможность иметь работу, достойную жизнь, будущее. И тогда дружба и любовь всех казахстанцев друг к другу не будет просто красивыми словами на 1 марта. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть вопросы, комментарии или вы желаете поделиться своими проблемами, вы можете позвонить по телефону в Алматы 354-08-45. Вы слышали программу, подготовленную Британским институтом по освещению войны и мира. У микрофона была бы так гостья Дахметова. Наши сюжеты и статьи вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.iwpr.net, а также на фейсбуке на нашей странице IWPR Казахстан. Встретимся на этой же волне и снова поговорим о том, что важно.